Объем финансирования на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры в 2019 году в Свердловской области по сравнению с прошлым годом вырастет в два раза и составит полтора миллиарда рублей. На 15% увеличатся расходы областного бюджета на ремонт коммунальных сетей в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Об этом глава региона Евгений Куевышев сообщил на видеоконференции по итогам прохождения осенне-зимнего периода российскому вице-премьеру Виталию Мутко. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизни граждан – один из безусловных приоритетов деятельности правительства Свердловской области. Важнейшей составляющей этой работы является бесперебойное предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг, а в осенне-зимний сезон – это особая ответственность, подчеркнул губернатор. Отопительный сезон 2018-2019 года в регионе прошел стабильно, без существенных сбоев в теплоснабжении жилых домов и социальных объектов. И полное завершение подачи тепла в регионе закончится на 15 мая. В то же время по итогам отопительного сезона зафиксировано 229 технологических нарушений. Основные нарушения произошли на тепловых сетях, и ситуация по нарушениям находилась на постоянном контроле, и все нарушения устранялись в драмативные сроки, без серьезных последствий для жизнедеятельности населения. Ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры. В рамках финансирования 2019 года в муниципалитетах Среднего Урала планируется реализовать 30 таких проектов. У нас будет потрачено на подготовку только муниципалитетов в этом году 35 миллионов, запланировано потратить. Вы знаете, что отопительный сезон в южной части города Полевского закончился 8 мая, в северной части он закончился 11 мая. После окончания отопительного сезона сразу начинаются работы по подготовке к отопительному сезону. Самое главное, считаю, что произошло у нас на территории Полевского городского округа, это то, что задача, которую поставил Константин Сергеевич, поспела в прошлом году, она завершилась очень успешно. Котельная ООН «Энергетики» на сегодняшний день куплена муниципалитетом. И буквально сегодня мы после 16 часов будем передавать ее по договору аренды, это самая передача, будем подписывать передачу аренды управляющей компанией Полевская коммунальная компания. Полевская коммунальная компания будет начинать именно подготовку к отопительному сезону и сетей, и этой данной котельной. Опрессовку была проведена в четверг, была опрессовка южной части была проведена, до необходимого давления были сети закачаны, то есть время нормативное выдержали, даже сверх 5 минут. Получилось 5 порывов, самый такой, на Бажова 11, который сегодня уже Полевская коммунальная компания устраняет 4, они незначительные, которые будут в последующие дни. На сегодняшний день прорабатывается вопрос, только прорабатывается вопрос, он еще не решен, о включении горячего водооснабжения в южной части города Полевского. На сегодня у нас больше аварий происходило в течение зимы на сетях холодного водооснабжения и сетях водоотведения. Поэтому этим летом мы будем заниматься в основном, конечно, ремонтами именно сетей холодного водооснабжения и водоотведения. Проводим дефектовку сетей холодного водоснабжения. Это два участка по улице Карла Марса 250 погонных метров, другая 100 погонных метров. Для того, чтобы переложить данные участки сети, там заужен диаметр, вместо 250 стоит 150 труба и на другом участке, где 250 погонных метров, стоит 133 диаметром труба. Вот эти участки нам необходимо будет переложить. Не менее важным вопросом, находящимся под постоянным контролем областного правительства, является погашение просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. По состоянию на 1 мая размер задолженности составил 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Для недопущения роста организовано межведомственное взаимодействие ответственных органов государственной власти, глав муниципальных образований. И из регионального в местный бюджет направляются межбюджетные трансферты на осуществление своевременных расчетов по обязательствам муниципальных образований за потребление топливно-энергетических ресурсов. До конца 2019 года из областного бюджета на эти цели планируется направить еще 300 миллионов рублей. Уверен, что принимаемые меры позволят эффективно и своевременно подготовиться к отопительному сезону 2019-2020 годов и успешно его провести, сказал Евгений Куйвашев. Продолжение следует...